Продолжение следует... 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 Сообщали во власти, арестовывали. Я сегодня только узнал. Вы знаете, Алтайский край славится Шукшиным Василием Акаровичем. И кто-то сообщил, что-то у них в селе не так. Но это будущее. Режиссер, артист, писатель. Ночью приехали сотрудники НКВД. В одной деревне, с Росках, арестовали 80 человек. Только в окноше. Это люди, которые были бы на фронте, помогли. С родными не просились, а вывели их и всех расстреляли. Свои-своих. Это 100 гитлеров этого не делали. И в этой среде он вырос, когда стал таким всемирно известным. Я сегодня прослушивал, объяснений никакого нет. Просто о сатане. Вам плохой царь, вам хорошего. Он будет напоминать вам. Будете размышлять. Ни один царь этого не делал, чтобы своих подчиненных уничтожать. И при том, 80 мужиков, которые верные родине, хорошие семьянины. На них держится все сельское хозяйство. Неважно, расстрелять. Я только крылышки одни подбирал, когда здесь было. Вот в море работаешь, когда выходные, так куда? Поэтому работаешь, плащников, а выходные, которые их причисляют к отпуску. Но я приехал, отец был без руки инвалид. Ну что, надо вывезти навоз, который уже затем это. И уже сообщили. Сразу приехал из Барнаула. Тогда КГБ называлось уже. Так, вам кто разрешит? Это отец мой живет, инвалид. Они к нему сразу. Он вам нужен? Скажи, не нужен. Я работаю с утра до вечера. Сколько нужно, чтобы вывезти навоз? Он говорит, ну неделю надо. Ни одного дня, чтобы не было, чтобы духу не было. А дальше я работаю и на море. Другой раз также было работаем с братом, который стал священником и этим на селке. Селки сзади были, две селки. Туда, на поле приехали. Это вам разрешили здесь? Я говорю, как разрешили? Это же земля просит, чтобы духу не было вашего здесь. Селку остановили, все. Почему? Ненависть к свету. Кому-то сказал, с кем-то разговаривал, где-то как-то. Я беру то, что написано. О чем они могут размышлять? Где найти и где убить? Где подслушать? Куда тебя тянет больше? Там, где свято считают слово Божие или там, где-то что-то задевается? Ты проверь, о чем ты размышляешь. Еще раз прочитаем. И не стоит на пути грешных. И не сидит в собрании разводителей. А ты размышлять о чем? Я сказал опыт какой. Опыт конкретно в Алтайском крае были, в моей биографии. О чем ты будешь размышлять? А ты все время размышляешь. Посмотри, какие были-то поля уже желтые, как посидели. Давно ли у меня волосы кучерявые вились? Ничего нету. Одна лысина. Все. Отошло. Это же все свидетельство. Ты размышляешь, как внезапно наступила осень. И как примут от Соломон, наступят дни, которые ты скажешь, нет мне у них радости. Там болит, дверь болит, ноги не идут. Вот ты на все посмотри это. О чем ты размышляешь? Вот только в одной псалтере 18 раз упоминается это слово. Мы все сейчас коротко прочтем. По порядку. Псалон 47, 10. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. О благости, о милости Божьей, о добре. Благость это добро. Мы размышляли. Ты вот когда стоишь здесь, сам подумаешь. Посмотрите. Вот что бы ни говорили там патриархи, а какие издали Новые Заветы. В каком обрамлении прекрасном. И батюшка такое же было. Молодожену было, кому-то подарил. Это вообще. Заказал бы им и слово. Есть такой талант у людей. Смотрите, как все сделал. Нас никто не тревожит. Какая власть бы ни была, мы нас ни разу отсюда даже не выгнали. Бывший клуб. Собирались люди, фильмы смотрели. А мы божественные истории. Почитаем еще раз, прочти. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как раз посреди я и стою. И мы об этом размышляли. Далее, 62, 7. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляя о Тебе в ночные стражи. Вот как. На постели, среди ночи. Я вам не скрываю от вас. Мне Господь положил на сердце, побудил каждую ночь выходить на улицу и молиться. А всех здесь, здесь и в первую очередь, которые против. Потому что Златоуз говорит, первую очередь, это в рогах помолись, чтобы он за молитву тебя не уничтожил. Каждую ночь я выхожу на улицу, за ограду и молюсь и прошу Бога благословения, чтобы был мир, любовь и радость. Потому что через 8 дней мы уезжаем. А там как Бог даст? В ночной ночи, стражи, на постели. Мне Бог побудил эти слова понять именно так. Я размышляю об этом. Боже, благослови. А если в это время кто-то чужой? Бог. Бывает и у нас, и звезды. Одновременно он увидел самолет летит, и вот так поперек спутник летит. А что, Бог показал, и там люди могут молиться. Даша, 70-16. Давид, сам Апелис. Войду в распышления о силах Господа Бога. Воспомяну правду твою, единственную твою. Единственную у Него. Я говорю, ладно, ты победитель будешь в каком-то сражении. А по слову Божьей, как это сойдется? Да я решил наняться линейнером, быть там вот в Алжирино. Я сам ходил записываться, когда не слышал. Войду в размышления. Еще раз прочтите. Войду в размышления о силах Господа Бога. Воспомяну правду твою, единственную твою. О силах. Где Бог, там победа. Дороги могут сжечь 32 тысячи, но победа на стороне Божьей. Там вас мало. Там, где Бог, там много. Там все. Там Ангелы, там химовизмы, там спасенные. Войду в эти размышления. В них надо войти. Надо наполнить себя этим. Знать. А какие ты сейчас благости Божьи знаешь? Ну, родился благо. Родители не бросили тебя. Ну и дальше ты посмотри. Сколько лет прошло? У тебя 23 года, и ни Евангелия слова не слышал. Я как вспоминаю, это самое лучшее время было. Сколько у меня было людей. Такое общение. Армия, флот. Начальство ко мне расположено. Я языки знаю, помогаю переводы делать. Ах, сколько упущено. Войду в эти размышления. Тут одна немка была. Она приходила. Мы на немецком языке гизантбук вместе пели. Приветство такое. Милостью Божию, вспоминай то, что есть сегодня. Какие у тебя дети хорошие. Как тебе было дало работу. У тебя все растет. Это пример просто для всех. Одна без мужа бывает женщина. Она держит такое хозяйство, которое, говорит, ну мужикам не повернуть. Благодари Бога, что Бог наградил тебя таким дивным талантом, облагораживая землю. 76.6 Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Когда Иван, пишет апостол Павел, посланник евреям, он говорит, веру Авраам оставил, ушел. Веру, дальше говорит, Исаак тот сделал. Вера и Иаков. И дальше новый старт. Вера и Иосиф, умирая, только доказал. Меня, Бог выведет вас, Игипта, но меня не оставляйте здесь. То есть, меня вынесите туда, там, мертвого. Так и было. Дети тут, жена, все останутся лежать. Верую, 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 верую. Море разошлось, когда подошел, сказал, море, разойдись. За что надо, когда ты идешь? Люди жаждут, пить надо. Пустыня. Миллионы людей. Где воду, Господь, вискали, погоди, скажи. Вот только, неужели из этой скалы, неужели раз, из этой скалы, три слова. Но, Господь рано сказал, не пойдешь в бетонную землю. Богу не надо приставки. Не надо. Я сколько раз этот вопрос поднимал. Вы совсем согласны с богослужением? Нет. Но я ничего не могу сделать. Иисус Христос отвечает ученикам, которые, как Господи, научи нас молиться. И Он говорит. Избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть садство, сила и слава во веки. Аминь. Христос. Вот сегодня я говорю. Вот он такое. А мы подошли или кто-то за нас и говорит. Неправильно. Ну и что и получилось? А встань туда. Что? Ибо Твое есть садство, Отца и Сына и Святая Духа. Правильные слова. Это молитва Господня. Дальше скажи сто раз Отца и Сына и Святого Духа. Сколько раз поднимал епископ и говорил. Мы ничего не можем сделать. Кто это сделал? Когда Арий напугал. Вот тогда. Я так догадываюсь просто где-то. Бог дает молитву одну. По просьбе учеников. Это не Духи Святого Разве. Мы бессовестные люди. Живем на земле. Бога исправляем. Сына Божия. На Которого Дух сошел. И голос был. Его слушайте. Его слушайте. Маленько задумывай. А ты хотел бы... Хотел. Вот когда поют восемь раз или девять здесь. Частейший Хюровим. Это слова Божьей Матери. Ее ставками сделают. Я говорю отдельно сделайте. Семьдесят раз пойти. А молитву ее оставьте. А она молится Богу. Богородица. И ее молитву исказили. Вот когда задумаешься. Судья Божьим. Что будет? Двенадцать сорок восемь. Маленько. Глядя. Господь говорит. Я не сужу. Слово, которое я говорил. Я. В большой буквы. Оно будет судить вас в последний день. Так если оно будет судить... Да как же я не испугался Бога? Матерь Божия. Преблагословенная Дева Мария. В Духе Святом сошел. И она поет или говорит. Ее теперь еще есть. Написано. Не прибавляй слова в него. Не прибавляй. Чтобы Бог не обречил тебя и ты не оказался лжецом. Поешь ложь. А учится лжецом написано в озере Огненном. Ничего нельзя сделать. Я уже плакал и говорил. Падал. Ну остановитесь. Вот два места, которые Дух Святой говорит. И кто-то вмешался. Ну кто-то. Ну ты-то человек. Зачем же ты делаешь? Я ничего не буду сделать. Я склоняюсь здесь так же. Я батюшке сказал. А еще не добавляется. Когда я делал. Вот считай. Ему. Он стал считать. Ну да. Добавлено. И ты даже не знал этого. Иисусу молитву-то. Если знаешь Господи Иисусе Христе Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Нехорошего. А грешного. Но это молитва очень наша. Всеми молитвам. Молитва молитву. Высшая молитва мира. И уже где-то 1600 лет примерно искажают ее. Что же сказать? Бог обречает. Не прибавляйте к словам Его. 30 глава 6-7 стих притчи. Дабы Он не обречил тебя. И ты не оказался лжецом. И учится лжецом возле огня. Бог выяснил по этой книге. По слову Его. Я пришел для суда. Господь говорит. Чтобы спасти вас. И Господь говорит. Все есть Сын Мой возлюбленный. Мое надея благоволение. И Его слушайте. Слышали? И при крещении на горе Фавор. И Его слушайте. Теперь Отец Небесный говорит. Не слушай. Иисус Сын Божий говорит. Духи святом не слушаем. Божья Матерь говорит не слушаем. Это мы православные. Мы стоящие здесь. Это я такой же. Сдрогнем. Давайте все вместе молиться. Господь. Неименимый этот грех, который мы не можем. Это грех. Великий грех. Ни за что Бог говорит. Обречать тебя не буду. За слово мое. Не прибавляй. Чтобы я не обречил тебя. Я повторяю с большой буквы. И ты не оказался лжецом. Я ничего не могу больше добавить к этому. Сотый целом в Таруси. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца. Посреди дома моего. Буду ходить непорочным. Когда ты придешь ко мне. Господи. Ну ты видишь, я поступил не так. Ну теперь я понял. Это Господи. Ну приди. Я не знал. Гнал тебя. И встретил. А сиял его свет. Пал. И сам ополучился. Кто? Павел. Каждому апостолу какое-то место было дано. В Риме. Там Александрия. Фома. В Индию. А Павел зато он говорит. Обретал всю вселенную. Дальше. 118 Псалом. 15 стих. О заповедях твоих размышляю. И взираю на пути твои. О заповедях. Их надо знать. Десять заповедей. Девять блаженств. Вот гневные люди собираются там. Я посмотрел новых роликов против меня. Сколько выставили в интернете. Совершенно осадонелые люди. И один из них, который был здесь. Разврат. Сел. И он ставит одно за другое против меня. А это награда. Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах. Когда будут поносить вас. Как неугодное Богу. Почему? Это награда. А что делать? Только молиться. Дальше. 115. 23 стих. 118 Псалма. Князья сидят и сговариваются против меня. А раб твой размышляет об уставах твоих. А раб твой размышляет. И вчера только это сегодня по телефону спрашивать что-то у нас важное такое. Я говорю, давайте там скальпы скинем-то. На телефон быстрее. Звонит мне человек. Оказывается из милиции. А кто вам утрами все время звонит? И никакого разговора у них. Я из отдела милиции. Вот у нас, видимо, спор идет. Кто мне каждый день звонит по то и то же время? Я не скрываю. Сестра старшая у нас в общине. Капустина. Татьяна Курмановична. Я сказал, звони в 4.40, когда я стою. А ну как я просплю. А у меня вот в дверей там люди будут стоять, хотя у меня в улице свет в то время уже вмещаю. Потернул беревочку, с которой она сильно держится, чтобы пройти могла. Я говорю, да это для молитвы. Для молитвы. Все. Это, ну, конечно, все проголосовали, что мы говорим разговоры. Все разговоры хранятся. Три года они хранятся. А когда нужно, сразу найдут. Правильно? Ну, не надо так. Глазовой другой, который придумывает что-то женщине. Это помогает найти нужную. 27 стих прочитали. 48. 48 стих. 117 апсалмар. 27 не читали еще. А, 27 читали? Нет. Давай. Дай мне разуметь путь повеления твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. А сколько чудес в Гиблии? А что ты можешь размышлять, когда не знаешь вещь? А когда с ребятами поговорил? Вы Писание-то знаете? Ничего не знают. А как? А когда молитесь? Пришел однажды в семью? Ну, рано пришел. Ну, по-другому нельзя. Спят. Да как же так? В 8-й час и спят. Рано. Думаю, пойду попозже. Попозже подошел. А нет, и уехали. А когда молились? А ребенок встает, а мать... Ты иди в другую комнату помолись. Еще ребенок помолится, когда у него ничего нет. Ты, наоборот, обними его. И в таком состоянии помолись. Вот спиридонки слегка, который говорит. Я был балованный, не слушался. Забегнулась по мамам, молится, плачет. Не слушает меня спирид. Я в самый рядом тоже плачу и молюсь. Было ли у нас это? Наши матери так нас не приучали, потому что сами не знали. Наша мать сказала о Суде Божьем. Самое главное. Вот от этого, от этого не надо делать. Благодарение Богу. Это привело к Библии. 48 стих. 18 стих. Руки мои буду простирать заповеди твои, которые возле бил, и размышлять об уставах твоих. Уставы? Заповеди? Простирать руки буду? Господи, только не забывай. Пацан, человек тускнеет. Кровообращение, кровь только глоком, колодца холодная. Уже все забываешь. Но если ты все это считал, у тебя конспектов хватает, да еще книги, ты как раз попадешь под этот стих. Прочти еще раз. Руки мои буду простирать заповню твою, которую возле бил, и размышлять об уставах твоих. Возле бил, вот когда. А когда не любил, так-то же нужно пройти. Сколько времени прошли в осуждении кого-то? А вот там такой-то, за кого-то голосует, там где-то. Я никогда не голосую. Не надо. Что надо, Бог изберет без нас. А потом, говорит, так вы же его избрали. 7, 28 стих. Вот 59. Размышлял о путях моих и обращал стопы моих к откровениям твоим. Смотрел, мой след идет, и откровение Божие не сходится. Как рассказ такой есть. Это что, это твоя жизнь идет? А это, говорит, ангел идет. Вот видишь, а вот сам у меня трудность была, я один шел, никто не помогал. Он на руках тебя нел, говорит, поэтому один шел, человек-то даже не поймет, что это было. Самый трудный момент, вот, зови ко мне, Господь, говорит, я услышу тебя, а не просто напишу живые помощи. Я видел одного, сидит в тюрьме. Я говорю, а кто тебя как попал? Мать виновата. Так, поезд у меня был живые, какие-то помощи там, что-то. Я всегда в нем ходил, воровал, ну, грабили. А тут Мать увидел, давай, Саша, постираем. Постирала, забыть на мелкие, сразу арестовали. Вот она меня подвела, так подвела. Вот я разговариваю в камере с ним, а там 3700 их, в разных. Так, 78. Да будут послышаны гордые, ибо без вина угнетает меня, и я размышляю о повелении твоих. Они угнетают, они размышляют, они подают в суд, судят меня. Ага, я размышляю о заповедях. И что сделают? Ничего не сделают. Ничего. У меня было неоднократно это. Важная такая газета, московский комсомолец. Большая статья, 47 лживых слов. Нарисовали нечистого, в руках нагайка, а рогатый стоит наверху община, Игнатия Лавкина. Ну я подал в суд, вдребезнь не разнесли. Ну и суд я садил всю статью, все это заплатить. А организация в Москве. И они завтачивали, как я московскому прокурору, то сразу. Типография арестована, изъят у них компотер, продать, рассчитаться. Ну, к обеду выслать деньги. Власти нужны, прокуроры нужны. Я имею большой опыт по этому делу. Богу доверяться надо. Я молю за правителей каждый день. Каждый день. И Жозеф, который есть американский, там Байден. И рядом-то Турция, здесь Тар-Даган. Его поменяют все время. Потому что опасно со всех сторон. И мы через два часа на молитву, звонок, на молитву идем. 97-й прочитали? 99-й. Нет, нет, 97-й. 97-й говорим. Как люблю я закон Твой. Весь день прогрошляю. Давыд, как люблю закон. Кому ты говоришь, Господи? Богу. Да Он и так знает. А я выражаю, чтобы Он знал. Выразить надо. Господи, я люблю Тебя, Ты знаешь. И все время размышляю о запроведях. Как Он помилевает это делать. Как что? Завтра Господь благословит. Мы едем далеко после богослужения. И сумеем ли мы вернуться. А в понедельник уже все собираем. А во вторник выезжаем. Просто помолитесь за путешествующих, чтобы благополучие у нас было. 99-й. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях Твоих. Понимаешь, как вот, чтобы Тебе такие слова сказали, Ты должен размышлять о повелениях Божиих. Вот мне, эти стихи-то все относятся ко мне. И поэтому, вот обо мне там, книги мои взяли в Одесский монастырь. Три года держали. Там какой-то профессор, работали, искали. Еще нету. Отострали Кея, Пещерскую лаву. Десять лет, ни слова, нигде нету. Да, есть отличитель. Собрал меня патриарх, который был к этому. Отвечает мне, пописали. Их ответы корреспондентам я разбираю, показываю. Надо вот как ответить-то. А они отвечают по-мирски. У меня нет гуманитарного образования. И ни религиозного нету. Я просто сижу над Библией и вижу, Господь так говорит. Еще раз прочти. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях твоих. Учителя какие-то, профессора, то другое. Он спрашивает, где вы учились? У ног Христа. Вот он, я начальник детского лагеря был. Не, день, не два, 45 лет. И профессора, где вы это берете? Везде, где бы я ни был, я беру что-то. Чтобы дети не квасились, я взял у японцев, кандзио, национальный, никогда не стонать. Вину не покажи, что больше. В Англии я взял 6 лагерей спать, и шепотом разговариваю, все наказываются. И два нарушения решаются права общежития. Это я в Унифе взял, другое в Новой Зеландии. Не могу, там ничего нет, просто я внимательно смотрю, хорошее, я беру. А это профессор психологии приехала. И она живет здесь, внимательно пишет, а потом большая статья. И говорит, главная движущая сила лагеря стала терять в большую руку любовь. Хотя, говорили, вот у него физическое наказание, там, за матерки, крапивы и там, то другое. Ребенок меняется, он приезжает совершенно другой. Сколько вы сбывали против меня? Один мой, четыре уголовных дела, все рассыпалось, ничего нет. Дальше. 142, 5. Спознаю дни древние, размышляя о всех делах твоих, рассуждая о делах рук твоих. Это руки Божьи сотворили этот мир. Посмотри, какое разнообразие, сколько растений. А на одной той земле у тебя и сморгодина растет, и крыжок его непохожий, сибирский виноград, говорит. И все остальное-то какое, ты глядь, которая скотина есть, какая рыба там, бабочки. Дело рук твоих, Господи, да как прекрасно, где я живу-то? Да ты помнишь, что земля шара, и она несется со скоростью пули. Когда считаешь, а каждая вода, никто не может объяснить. С какой стороны, где вверх, где низ, тоже не знаешь, потому что шар у него где? В космосе. И Луна, сколько вверх не приближена, она, говорит, натяжение имеет, притяжение. Она притянулась дальше? Нигде на одном месте. На метр не приближается. И все эти, что говорили, вот знаете, одно превращало в другое, это эволюция называется. Теперь все поняли, что это умышленно делали. Да находили там пятиконтропа, австралопитека, щас щерепа, чего-то, на расстоянии пяти метров. Больше ничего не было. Академик Вирков в Дребезге разнес это и говорит, ну мы знали, что это обман. Притом обман страшный. Люди верили, действительно так. Я говорю, почему слон на воробье не женится? Ну посмотри, как могло одно постепенно другое. Гуриц держала, гусей держала. Ни одна гусиха не будет дружить с курицей, превратиться в курицу. Нет. И переходного момента-то нету нигде. Хоть бы, хоть где-то бы найти. Вот корова, лошадь. А потом бы нашли, ну как, копытом все. И одновременно, чтобы врага были. Нет, брат, этого. Бог сотворил разум. Сказал и будет. Никакой эволюции нет. А тот священник и разговаривает. И не кто-то, а Александр Гмель. Один из самых знаменитых. И верит, что эволюция создания человека. Батюшка, ну. Он сказал. Ну, или в рода, или в рода, или в брат, еще возьмешься. И поэтому у них кто? Глава муж тебе. А муж тебе не подотчетен. Ему глава Бог. А теперь как? А так. Жена научится в безмолвии. Учить не позволяем не властвовать над мужем. Все. Полный мир будет. А только тогда в доме румы никак не будет. А то равноправие, выше тарелками гремят. А равноправие не может быть. Потому что меня Бог сотворил из земли. А ты от меня взята. И доказать это никаких не надо. Далее. 145,5. А я буду размышлять о высокой славе и величии твоего. И о дивных делах твоих. О величии Божьем. Вы понимаете, вот сам размышлять. Когда ничего нету здесь. А когда у тебя наполнено все. Какие святые отцы вышли, златоуст. Какие нормы, каноны. Чему научили. А вот есть люди, которые играют. У нас вообще не одна девушка есть. У нее больше ста наград. Сказать даже невозможно. У Саши забыляю. Больше ста наград. Победительница. Классику, как она играет. Это талант из талантов. А сколько тех, которые голосом поедут, прославляют, знают, бежуят. И батюшки нет. Да говорит другое. Тут у нас есть написано. Так называемое апостольское служение. Это написал Виктор Николаевич Савченко. А я дал посмотреть нашему епископу Евтихову. Посмотрел. Вот тут все, как есть надо. Так что я благословленный епископом. Вот такое наше служение. Для священника. Притча 2.2. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. И наклонишь сердце твое к размышлению. Вот это мудрость. А. Салам говорит к размышлению. Я размышляю об этом. Вот прочитал. И как это, на каком языке. А имя Божие какое. Запомните. И Евгова. По их называции Яхва. Это то же самое. Вот Макарий Глухарев. Архимандрит. Переводил когда Библию. И он эти слова не стал переводить там. Адонай. Господь. А прямо. А говори как если. Егова. Больше 7 тысяч раз в Библии. Слово Егова упоминается больше 7 тысяч раз. А у нас только 8 раз. И говорит. У нас 8 раз в нашей Библии. Православное. Синодального перевода. 1876 года. Дальше. В Новом Завете 2 раза только упоминается. Лука 1.29. Она же увидевши Его. Смутилась от слов Его. И размышляла. Что бы это было за приветствие. Ангел приветствует Божью Матерь. И она знает Писание. Она стала размышлять. С кем-то было так и не было. Ты зашнешь. Она знает замуж выйти. А чего дети-то рождаются-то? А надо никак нету. И вдруг теперь говорим. Вот такое-то. И она стала размышлять. Вот определенная. Она размышляла. И потом молитва. Где она говорит. Велищая душа моя Господа. Она размышляла. И добавлять туда не надо. Счастнейший Херувим. Счастнейший отдельно. Отдельно. Рядом. 7 раз. Есть 9 раз. 9 раз пропойте. И не получилось. Я сказал. Я не виновен Господи. Я не добавляю. Я ревную об этом. А кто это делал в Библию, в руках не держал? Кто вставлял это? У него страха уже не было. Это определенно. Деяние 10-19. Деяние апостолов. 10 глава, 19 стих. 9. 9. Это 9? 9. Это 9? Я посчитал. 10. 10. Между тем, как Пётр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Полотно спустимость, да что ж такое? А он есть хотел. И вдруг голос говорит, закали и ешь. А там жабы всякие, змеи, черепахи. Никогда нечистого нет. Он теперь говорит, как иудеи. Бог очистил. То есть, извечники придут. Примите их. А они никак не хотели. Они понимали, небо принадлежит евреям. Небо. И сколько он притепел, Павел, за это? Экклесиаста, 7.14. Еще. Экклесиаста. А там тоже Экклесиаст. Соломон пишет. Проповедник называется. У него четыре книги. Притча Соломона, Привуды Соломона, Экклесиаста и Песня Песней. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Вот мы молимся, когда, ну, братья наши знаете, я говорю, Господи, вольни голода, вольни бедности. Напомни нам об этих дивных днях изобилия. Что на столе у нас стоит-то? Да все свое. И с огорода, и там кто-то, там молоковое, вот и другое. Ну, все абсолютно есть. И вольни голода, и все, и все. Ты размышляй сегодня, уже проси заранее, чтобы не возроптать. И 9-10. Икклесиаста. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знаний, ни мудрости. Ничего там нету. Потому что давай, ну, я там поморю, все там такое-то. И как? Так, подожди, там надо открыть Иова 23-15. Ну, надо строить. Монастыри разрушены были там, ну, и которые главари Бабанды. Они давали большие деньги, принимали, ну, и отбивали. А один все деньги собрал, и Киево-Пещерская лавра, вот где лежат святые, канонизируют, что меня там похоронили. Сколько было всего сказано, я вчера только увидел. Настоятель говорит, ну, ладно, мы сделали неправильно. Строить-то не на счет было. Мы подняли на эти деньги буквально весь монастырь. Он лежит, никому не мешает. Так интересно. Он лежит, никому не мешает. То правда. Поэтому я трепещу предлицем его, размышляю и страшусь его. Вот так. Перед Богом только размышляй, как он сделал, почему так. Во славу Божию. И 23.15. Ну, и на этом все. Попрошу еще раз примерно прикомнить себя, где, какие у нас пробелы, за что Бога и славя. Вот даже кто-то изобрел, видите, как он не размокает, под ногами или ногу. И удивительно это все. Кто-то материю придумал, кто-то стекло, а тут бычий кузырь затягивали раньше, чтобы прославить. Размышляя обо всем, что есть. Вот ребенок маленький такой, кем он будет? Как? Где его можно ограничить? А где пускал входит? Он в храм, он не мешает, не сходит в этом возрасте. Никак. Во славу Божию. Научитесь размышлять о великих делах Божиих. Да благословит нас Господь. Аллилуйя. Аминь.